Темам частные дома в Костанай начал отопить талыми водами. Паводок с полей пришел на окраины областного центра и уже доставил местным жителям массу неприятностей. Страдают и жители других микрорайонов Костаная. Городские власти попросту не успевают везде откачивать воду и убирать снег. Айжан Утеева расскажет, почему костанайские чиновники считают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Анне Стулиной далеко за 70, но помощи пожилой женщине не видать. Она вынуждена целый день самостоятельно откачивать со двора воду и делать ее отвод. Паводок пришел в ее дом несколько дней назад со стороны соседей. Метровые погреба моментально заполнились водой. Маломощного насоса Анны Владимировны едва хватает, чтобы из погребов талая вода не пошла в дом. Пожилая женщина боится, что ветхое жилище может обрушиться. У меня речка гудит, речка. И вот в отдушину пошла и пошла. Вот представьте, у меня какой дом. И вот сейчас весь в воде. Уголь весь в воде у меня. Вот дровами где найду, прорублю, хоть немножко протопиться. Я вчера звонила, сидела, плюнула. Они, знаете, я звоню 112, звоните на 109. На 109 звоню, она мне там такие кодексы читает. Я говорю, девушка, мне ваши кодексы не нужны. Я в воде сижу. Микрорайон Кустанай-2 каждую весну встречает талую воду с полей. Для ее отвода здесь есть арык. Правда, со своей функцией он едва справляется. Рядом разрыли траншею для прокладки силового кабеля, и земля засыпала русло арыка. Сама траншея при этом оказалась под завязку в воде, которую пришлось в срочном порядке откачивать. Наши вины здесь нет. Здесь погодные условия. Из-за погодных условий пошло резкое потепление. Из-за резкого таяния снега мы сейчас не можем продолжить в дальнейшем работать, потому что траншеи полностью водили. Большая вода пришла не только на окраины Кустаная. Из-за обильного таяния снега подтопленными оказались сотни городских дворов. Особенно страдают жители новых микрорайонов. Ливневки не справляются с нагрузкой, а машины вязнут в непролазной грязи. Местами даже прорывают трубы городской системы канализации. Поставили и в ЧС, и областной ЭКИМАТ, и на 109. Все бездействуют. Смотрите, что делается. У нас полные дома, подвалы, воды полные. Все, вода пошла в дом. На крайние меры пошли кустанайские власти в этом году, закрыв один из городских путепроводов. Отвезти воду отсюда не получается. Затопит близлежащие предприятия. Откачать воду быстро тоже невозможно. Не хватает спецтехники. Однако кустанайские власти считают, что максимально подготовились к паводку. Все 130 городских водопроливных труб, по словам чиновников, полностью очищены и готовы принимать талые воды. В подтопленных микрорайонах работают 36 единиц техники. Власти говорят, что чистить от снега обязаны только городскую территорию. А внутри дворов жители должны убирать снег сами и самостоятельно закупать помпы для откачки воды. Весь город от снега у нас ни средств, ни времени не хватит. В первую очередь это касается гидротехнических сооружений, обводные каналы, и улицы, и микрорайоны, которые попадают под противопаводковые мероприятия. Они на сегодняшний день очищены и готовы к паводковым мероприятиям. Согласно логике властей, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Большая вода должна прийти в город уже в эти выходные, когда ожидается потепление до плюс 15 градусов. Выльется ли это в чрезвычайную ситуацию, покажет погода и подготовленность коммунальных служб ИЧС. Хайжан Утева, Арят Елеусизов, телеканал «Атамикен Бизнес».